К солнцу, к солнцу, именно так! Сейчас станет солнечным утро, прям вот вдвойне, втройне, потому что здесь Влад Кутузов, Валерия Майорова и уже наша потрясающая гостья Маргарита Позаян. Ура! Привет, друзья! Маргарита, доброе утро! Мы втроём же пели сейчас за кадром, потому что никто не слышал этого. Причём Маргарита пела хорошо, а мы, как обычно, да. Ну, давай вот все регалии-то перечислим, мне кажется, вот она. Ну, давайте, конечно, да. Автор-исполнитель песен, финалистка телешоу «Голос на Первом канале». И заполнилась она, между прочим, зрителю яркой харизмой и очень редким тембром голоса, мощнейшим вокалом. Ого-го-го! Хочется сказать! Человек с потрясающей энергетикой. Вот только сейчас говорили за кадром об этом как раз, потому что, ну, немногие люди приходят к нам далее. Я хотела просто сказать, что изначально, когда на телерадиоканале появилась песня, я даже не знала, ну, вот имя, знаете, оно же как-то со временем запоминается, да, что Маргарита Позаян. А я просто ходила, ну, какой красивый голос, просто красивый голос, вот как-то он сразу прям проникает в голову, так что, ну, крусь! Здорово! Для меня важно, что, да, сначала проник голос, потом уже имя, фамилия, это хорошо, значит, как надо все идет. Слушайте, ну, давайте начнем, давайте прям начнем, вот смотрите, у нас сегодня 4 июня, 5-е, 6-е, а 7-го будет большое великое событие. Долгожданной для Маргариты, да, будет презентация альбома ведь, да? О, да! Давайте об этом прям, вот начнем прям с этого, поскольку это главное долгожданное событие для тебя, наверное, очень значимое все-таки. Очень значимое, и я сейчас понимаю, что, конечно, я ввязалась в эту авантюру, под названием «Альбом», и это, конечно, очень сложно, как оказалось. Ну что, ну, надо было, ну, потому что уже столько лет на сцене, столько пою, столько песен написано, и нужно как-то... А это первый альбом, получается, у тебя? Да, это первый альбом, в основном выходили синглы всегда. Синглы, клипы, как-то до альбома руки не доходили всегда, а сейчас, ну, я поняла в какой-то момент, что нужно какую-то итоговую, подытожить, в общем, и эту работу презентовать. Вот, можно сказать, что альбом этот, он как раз итоговая работа за те годы, которые я работаю на сцене, те годы, которые я пою, пишу песни. Вот, собственно, его, и, можно сказать, большую часть своей жизни я готова презентовать 7 июня. А скажи, пожалуйста, все это будет... То есть альбом, соответственно, вот он сам уже как альбом, он готов уже отмастерен, да, он уже все абсолютно... Практически, да. Практически, в два дня будет. Да, 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 нюансы, ребят, нюансы, они всегда остаются, и... Но он готов, конечно же, мы с ребятами уже репетируем полным ходом. Да, Рита, а для тех, кто ждет альбома там в цифровом формате, мы можем сейчас говорить о том, что, ну, примерно, хотя бы, когда он поедет, когда уже можно будет зайти на площадки цифровые и качнуть там все. Их можно будет после презентации. В общем, следите за андонсами. Ну, очень все это в ближайшее время, да. Да, но главное, приходите на концерт, потому что, мне кажется, ни один альбом не заменит живого общения и живого исполнения. Да, да, абсолютно точно. Давайте еще раз напомним, это будет 7 июня в джаз-клубе Алексей Козлов, правильно же, да? Да, все верно. Начало там есть какой-то конкретный, 7-8 вечера? А приходите где-нибудь в половине восьмого, чтобы было временно, чтобы... Выпейте по бахачику лимонада. Да, немножечко развеяться, настроиться на нужный лад, поймать атмосферу, и в 8.30 мы начнем. Ну, там прям все как надо, живые музыканты, бэнзи, все-все-все, ансамбль, все дела, да. Прекрасные музыканты, прекрасный звук, абсолютно потрясающая обстановка, и хорошие люди, я знаю, точно придут, поэтому нужно быть. Я вот, конечно, смеюсь сейчас, я вот весь этот выход пытаюсь уже прям в рот открыл, думаю, что я что-нибудь скажу, что-нибудь скажу, и вот сейчас... Ты прости, Валерь, я хочу сообщить, что Маргарита ведь нам сегодня обещала живьем спеть, да не одну песню еще, все это в этом части обязательно. Друзья, Маргарита позаима у нас в гостях, мы продолжим очень скоро. У нас просто эфир сегодня сотканный из мелодий, мелодии в эфире, мелодии за эфиром. Я надеюсь, что все-таки я задам все свои вопросы, но я так понимаю, что сейчас у нас тот самый трепетный момент, когда мы будем живьем... Не, Валерий, вот опять, вот опять, видишь, у тебя не складывается все. Ну почему? Дело в том, что прямо сейчас, Ритя, ты можешь задать вопросик, я думаю, небольшой, а потом уже мы будем служить в исполнении. Молчи, 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 давай, молчи. Значит так, Маргарита, в прошлом выходе ты сказала такую интересную вещь, что вот еще три дня мы доделаем, доделаем. Я вспомнила, что все очень часто джазовые артисты, они же импровизируют вплоть до того, что инструменты музыкальные на сцене заменяют. У тебя были какие-то такие внеплановые ситуации, когда ты уже выходишь на сцену и понимаешь, что придется где-то свои полномочия расширять? Интересный вопрос. Хорошо. Может быть, не знаю, вспоминя. Интересный вопрос, и все. Сразу начала вспоминать случаи, конечно, их было уйма за эти годы, и бывало такое, что ребята просто, ну, всяк бывает, человеческий фактор срабатывает, может забыть, может не включить. Бывало разные, выключались плейбэки, выключались микрофоны и какие-то инструменты. Ты электрически можешь отключиться. Все, все, что только можно, да. И, конечно, из-за этих ситуаций приходилось выходить по-всякому, по-разному. Бывало и акапельно приходилось петь вот просто под хлопки, потому что действительно выключалось электричество, причем оно выключалось, насколько я помню, был такой случай раза три. То есть вот начинаем, все, играем, шух, нет электричества. Ну, зато точно живьем, люди понимают. Вот в этом плане, да, тут совершенно точно. Ну, когда уже инструменты на сцене, хотя сейчас и такое бывает. Слушай, Маргарита, ну мы тебе можем обещать на сто процентов, что прямо сейчас у нас абсолютно точно ничего не отключится. Серьезно? У нас все будет работать. А я вам обещаю живой звук. А вот он прямо сейчас и будет. Давай объявим песню, которая прозвучит. Называется она «Ты, она и я», правильно? Да, эта песня называется «Ты, она и я». Подивай, пожалуйста, наушнички, да. И я готова представить. Грункость там регулируется у тебя. Итак, друзья, прямо сейчас абсолютно живой звук Маргариты Позаян в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Вот мне бы... Да? Да. Ну что, поехали? Все готовы? Да, 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 дайте музыку. Давайте музыку, ну, поехали. Поехали. Слезы по щекам И на сердце рано Мой окончен бал Только очень рано Ты меня увел из этой сказки В мир без ласки Я не могу так больше жить Мне надо любить Ты, она и я, все ясно Ты, она и я, напрасно Думать, что не я А кто-то лишний в нашей сказке книжной Ты, она и я, так сложно Может, даже невозможно Что-то изменить Ведь говорят, нельзя насильно Милым быть Жду звонка и втайне тихо плачу Я люблю и не могу иначе Почему все в жизни так нескладно Ладно, ладно Я уйду, но буду жить мечтою Что однажды встретимся с тобою Я лишь в снах А наяву она, что больше всех тебе нужна Ты, она и я, все ясно Ты, она и я, напрасно Думать, что не я А кто-то лишний в нашей сказке книжной Ты, она и я, так сложно Может, даже невозможно Что-то изменить Ведь говорят, нельзя насильно Милым быть Ты, она и я, все ясно Ты, она и я, напрасно Думать, что не я А кто-то лишний в нашей сказке книжной Ты, она и я, так сложно Может, даже невозможно Что-то изменить Ведь говорят, нельзя насильно Милым быть Ах, какая песня Друзья, Маргарита Позаян Сегодня утром у нас на телерадио Как же это вообще же У меня же слов же и нет Как же ты так это делаешь вообще Не, подожди Ты, значит, восторг многоуровневый Во-первых, конечно, это твой вокал потрясающий Совершенно, который даже с утра прям вот звучит Понимаешь, звонкость голоса Все, ничего не нарушено Ну, честно Слушай, ведь же нет же никакой же обработки же Да, не было Оно же, оно же Не было Живет все Да, очень круто Ну и, конечно, полный восторг Это сама песня Это музыка И слова Для меня это самое главное Да, это моя музыка Слушай, ну душевно вообще прям И, да, как я уже говорила Гости, кто придет 7 июня на мой концерт Они, конечно, ну, раскроют для себя такую Как сказать, книгу Мою жизни Потому что все песни В большей степени автобиографичны И, конечно же, я пишу о том, что наболело О том, что В общем, что есть сейчас на душе Слушайте, ну давайте напомним, что 7 июня То есть совсем скоро уже в джаз-клубе Алексея Козлова презентация нового альбома Дебютного, да? Да, да, дебютный, друзья Это Позаян прямо сейчас у нас вновь небольшой перерыв Две-три минуточки И мы к вам, друзья, вернемся Доброе утро Держите меня севера Вот так вот я все время начинаю После этой песни Дима Билан на телерадиоканале Страна ФМ А у нас в гостях Маргарита Позаян И, между прочим, Маргарита Она как раз была в команде Димы Билан На том самом голосе Вот Кутузовик говорит Да вот же было вот недавно А на самом деле уже ого-го А уже сколько лет прошло Прямо ого-го А правда, как будто бы совсем вот на днях Слушай, а можем мы вот вспомнить события вот давности С легкостью, потому что для меня эти события очень ценные Расскажи вот как это было Как работал с тебе с наставником И вообще вот насколько это тяжело или легко наоборот все это было Ну это было впервые в моей жизни И это было все так неожиданно очень для меня Честно, я уже не рассчитывала, что пройду на телевизионный конкурс Потому что до этого просто терпела провалы сплошные Ты же на Евровидении даже пробовала в 2009, правильно? На Евровидении, да На Евровидении все было здорово на самом деле Ну я получила такой опыт грандиозный и шанс Поэтому там все было прям классно Это, кстати, был мой первый прямой эфир тогда А потом случился голос И мы все пришли, в принципе, не понимая, как все будет происходить Я даже, честно сказать, не смотрела аналоги Ну так, где-то какие-то видео, нарезочки А принципа, как это происходит, я не знала Вот, ну и так случилось, что попала я в команду Димы Билана Я сама его выбрала Ну сначала он меня, а потом я его Ну и все У нас как-то сразу заладилось общение И все Подружились с командой, кстати С которой мы по сей день дружим Вот ребята собираются Оля Кляйн, Саша Малиновский Все собираются ко мне на концерт Вот 7 июня То есть действительно у нас очень теплые такие отношения сложились И я, честно сказать, благодарна еще, наверное, в большей степени за тот круг людей Который вокруг меня организовался За тех друзей, которых я получила на проекте Ну и, конечно, бесценный опыт работы со своим наставником Уже теперь, наверное, другом Общаетесь, да, после проектов? Да, конечно, безусловно Вообще, в принципе, опыт работы на такой сцене В таком режиме, конечно Это тоже еще отдельная история Наш график Это было, конечно, само-то Ну я выдержала, куда деваться-то? У меня выбора не было С каждым новым туром Новые какие-то условия Новая нервотрепка Ну а кто сказал, что будет легко? Никто Результативно? Безусловно Расхожая фраза, но в которой есть доля Искусство требует жертв Слушай, а вот еще, знаешь, как бывает Приходят к нам парни, девушки с музыкальных конкурсов И говорят, что вот зрители Ну когда у человека яркая харизма, да Сразу находятся те, кто обожает, и хейтеры, да У тебя были свои хейтеры? Или настолько ты вот сама по себе солнышко? Голос у тебя безупречный? Был ли кто-то, кто высказался против? Были, конечно У всех, у каждого сложился свой какой-то фаворит на проекте И, конечно же, тот, кто ему конкурент, он сразу не удел Вот, и, конечно же, ну я не могу сказать, что мне прям что-то писали Такое плохое и некрасивое Что, ну, конечно, пытались где-то поддеть Это, кстати, тоже выбивало из колеи порой Но старалась по возможностям не реагировать Но мы же все живые люди, а я очень человек восприимчивый Поэтому все это меня, конечно, цепляло Но, вы знаете, я хочу сказать, что позже, после проекта На удивление эти люди сменили гнев на милость И когда увидели, что я продолжаю работать И я продолжаю писать песни Что они, в принципе, очень неплохие И эти люди действительно начали уже писать Какие-то положительные комментарии Вот, что очень важно Вот, как я не переменчиваю Я не понимаю этих хейтеров Мне кажется, когда человеку реально не к чему придраться Просто вообще, ну вообще вот никак Найдут, у них прописывают Слушай, скажи, пожалуйста Вот у тебя же есть и свои песни, и не свои, да? Насколько я понимаю Ну, у меня очень мало не своих песен Для тебя важно это, чтобы вот это было прожитое личное авторское? Я хочу, честно сказать, в меньшей степени Во-первых, потому что я понимаю, что я не возьму в свой репертуар песню Которая абсолютно мне не подходит Которая мне не близка Соответственно, ну пока это только, наверное, одна песня Которая не моя И то ее написала моя подруга И когда мы с ней вместе же, опять же, сидели у меня дома И, в общем, в любом случае, это был такой творческий процесс совместный И я в любом случае в нем участвовала А так, чтобы совсем со стороны песен нет Но сегодня исполню песню, кстати, не на мои стихи Ага Ты ее споешь Это будет чуть позже Друзья, Маргарита Позаян У нас в гостях Будьте здесь, мы скоро к вам вернемся Один на всю страну Телерадиоканал Страна.ФМ Бодро будет вас по утрам Влад Кутузов, Валерия Майорова И Маргарита Позаян Стихами получилось Ура! Ну, прекрасно Доброе утро, Арина, спасибо, что пришла Ждали Ну и, собственно, эфир продолжает Смотри, я смотрю Вот Юлия пишет Шикарно Там 10 букв А И супер И вот эти вот знаки, смайлики всякие Спасибо большое Это было 11 минут назад Сообщение пришло ВКонтакте Видимо, как раз, когда ты пела вживую песню Наверное, да Вот эту вот реакцию твою исполнили Мы вот, знаете, за эфиром так вот внезапно отметили Что мы говорим, что 7 июня 7 июня приходите в 8 Будет концерт-презентация нового альбома Альбом, как называется? Или это все секрет? Как-то мы упустили все это А если честно, то изначально я хотела назвать его «Секрет» Ага Да, как одноименную песню В которой, кстати, скоро мы клип увидим Но потом, почему-то, я передумала Почему-то? Потому что решила не завязывать на этом слове Ну, не та, наверное, какая-то концепция Скорее всего, скорее мне есть что рассказать Я готова делиться, чем держать что-то в секрете Поэтому я подумала Первый альбом — первый Ну, пусть он будет номер один Ну, просто номер один А, то есть номер один и все Номер один, да А второй будет номер два? Все же логично Да, да, да Нет, я не думаю, что второй будет номер два Просто этот первый И пусть он так и запомнится И останется в моей истории личной Слушай, я вот еще хотела спросить. С самого начала мы начали говорить, что это вот такой итог за много-много-много лет. То есть получается какой-то конкретной вот концепции альбома, ее нет. Это просто самые яркие моменты из жизни. Скорее всего, да. По большей части, да. Потому что это альбом жизненный. И, соответственно, вот такая... Хотите узнать мою автобиографию? Послушайте мой альбом. Номер один. Номер один. Это не тайна. Это пока так. Такой первый этап, так скажем. Я думаю, что... Точнее, я знаю, что этих этапов будет еще много в моей жизни. И я думаю, что, конечно, я не буду больше так томить своих слушателей и делать альбом раз в пять лет. Слушай, ну в плане альбома уже вот многие артисты говорят, что все поменялось, да, структура бизнеса самого поменялась. Если раньше ждали и выпускали альбома, то сейчас все это живет на уровне синглов, отдельных песен. В основном. Ну и пи, максимум и пи. Да, альбомы это вот действительно как бы все накопленное уже, да, собрать в кучу и просто вот итог подвести черту какую-то, да? Вот так у меня сейчас. Вот именно так все и происходит. Скажу, да, честно. Что это более концептуальное и более такое, наверное, цельное, я буду готова представить слушателям чуть позже, и я это уже продумываю сейчас. Слушайте, ну и давайте быстренько по стилям пробежимся. Вот все так, как привыкли слушатели, или, может быть, ты удивишь каким-то рэпом там, может быть, какой-то дуэль неожиданной? Нет, не настолько все будет разношерстно и разнопланово. Нет, это в основном в моем стиле такой. Это достаточно такой поп, где-то поп-рок. Прифанкованный. Где-то прифанкованный, да. Такой. Я очень просто люблю олдскул, и вот меня, конечно, из меня его выбивают всеми силами мои друзья и коллеги, потому что они говорят, ну вот нужно там-тан-тан. А я больше человек вот какой-то мелодии, гармонии, красоты, а я тут стою, значит, на защиту и говорю, нет, вот это ваши тренды, они уйдут, а музыка, гармония, они останутся. Ну, в общем, пока у нас такая борьба с ними, знаете. Слушай, мне кажется, ты права абсолютно. Я, ну, понятно, с мелодией, это все мелодия все-таки, это же главный стержень, да, я понимаю, почему у тебя олдскул предлагает, потому что олдскул петь надо. Да, наверное. Людям, которые не поют, им не предложат жизни никогда, а тут люди понимают, что человек-то поет же. Слушай, а я вот это, вот вы не возмутились-то по поводу «Между нами тает лед», это же уже тоже определенная классика, сейчас же вообще какая-то мода, как там, вне тональности петь, как-то ты поешь, играет тональность одна, ты поешь в другом. Валерий, я предлагаю не углубляться. Да, и не забивайте, а то вся память занята, и все. Мы забыли напомнить, друзья, у нас есть группа ВКонтакте, там можете писать свои комментарии, собственно, не появляются, и вопросы, адресованные Маргарите, так же плюс ко всему, Валерий, не буду ваших лековым. Спасибо большое. 8-909-928-1-89-9, ватсап, вайбер, смс, сообщение, и я еще хочу Маргариту спросить пользуясь случаем. Так и давай же, конечно. С удовольствием отвечу. Вы же мне сегодня не даете, Владислав, говорить так. Слушай, ну а ты же наша коллега, получается, ты же ведешь программу? Да, 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 я вела, ну сейчас уже не веду, но вела программу в прямом эфире. Она серьезная у тебя или как? Она была, это были интервью, такие диалоги с артистами, в основном это были мои коллеги, я, конечно, когда начинала только вести передачу, я была такая зеленая в этом плане. То есть для меня мало того, что говорить было сложно, я почему-то пишу намного лучше, чем говорю. Ты прекрасно говоришь. Да, благодарю, но это я уже опыта набралась. Ты, значит, очень легко говорящий, легко слышимый и слышимый. Ну, я правильно сказал, понимаешь, да, да, ты тебя легко слушаешь, ты легко воспринимаешь. Да, да, ну прекрасно. Я говорю, значит, все-таки я научилась говорить, потому что раньше в основном неплохо шла писанина моя. Потом, значит, вот этот опыт, на самом деле в течение полугода я в прямом эфире выходила на армянском телеканале. Да, и у меня были зрители, мне звонили в студию, задавали вопросы, у меня были интересные гости, по большей части, я же говорю, мои коллеги, друзья, поскольку, ну, сейчас кого-то более там высокого ранга, очень сложно пригласить на такие передачи. Но для меня это был опыт. И, знаете, сейчас я очень благодарна тому человеку, кто меня, во-первых, пригласил, который поверил вообще ни с того, ни с сего, хоть я оттуда и ушла. Но, тем не менее, вот этот вот опыт, он у меня остался. Маргарита, вы прекрасная ведущая, спасибо, что пригласили нас с Валерием. Мы хотим вас напомнить, что у вас будет концерт 7 июня, да, буквально через несколько дней, в клубе Алексея Козлова с презентацией нового альбома, который мы теперь знаем. Номер один. Номер один, абсолютно. Да, 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 дайте я еще спрошу, а вот смотри, петь в прямом эфире, да, ну, то есть у тебя огромный опыт вот именно выступать в прямом эфире и говорить в прямом эфире, что сложнее, есть ли разница вообще? Ну, конечно, петь в прямом эфире, потому что, как правило, это не просто, ну, это, ты имеешь в виду сейчас вот как, да? Ну, вот тебе легче говорить в прямом эфире или петь в прямом эфире, потому что вот некоторые говорят говорить, а ты еще нужно думать, что сказать, а петь песню, знаешь? А ты уже, в принципе, выучил уже песню, знаешь, ее она же твоя. Ну, слушай, а вот, кстати, вопрос, Рит, скажи, пожалуйста, а когда ты поешь, думать не надо вообще? Это все вот на уровне рефлексов уже каких-то, на автоматизме? Просто я вообще не думаю никогда. Ну, ты думаешь, ну, скорее ты чувствуешь, ты пропускаешь через себя, вот, как, казалось бы, такие банальные фразы, я сейчас говорю, да, общие, известные всем, но это действительно так. Пока ты не пропустишь песню через себя, как только ты начинаешь задумываться, вот тогда ты забываешь слова даже собственных песен. А, желательно, все-таки этого не делать. Давай, кстати, к твоей песне перейдем уже, называется она, вот, кстати, так, как мог бы называться альбом, да, но не назвался, секрет. Прямо сейчас, друзья, Маргарита Пазаян на телерадиоканале Страна АФМ. Мне бы обнять тебя, но нельзя, рассветы с тобой встречать, но нельзя, ты мое, да, среди сотен тысяч нет, мой самый-самый-самый главный секрет. Мой самый-самый-самый-самый. Когда я рядом с тобой, я боюсь пугнуть птицу счастья. Ты своей сильной рукой от меня отвел все ненасти. Заставил сердце мое в новых ритмах биться. Я не могу, не хочу повернуть назад, остановиться. Мне бы обнять тебя, но нельзя, рассветы с тобой встречать, но нельзя, ты мое, да, среди сотен тысяч нет, мой самый-самый-самый-самый главный секрет. Мой самый-самый-самый-самый главный секрет. Я не хочу больше думать, я выбираю сердцем. Моя любовь к тебе, как кофе с острым перцем. Поцелуи твои мурашками по коже. Ответь мне, ну почему ты стал мне всех дороже. Мне бы обнять тебя, но нельзя, рассветы с тобой встречать, но нельзя, ты мое, да. Свети сотен тысяч нет, мой самый-самый-самый главный секрет. От неба обнять тебя, но нельзя, рассветы с тобой встречать, но нельзя, ты мое, да, среди сотен тысяч нет, мой самый-самый-самый главный секрет. Самый, самый, самый главный секрет Мне бы обнять тебя, но нельзя До света с тобой встречать, но нельзя Ты моя, целых сотен тысяч нет Боюсь в самый, самый, самый главный секрет Мне бы обнять тебя, но нельзя До света с тобой встречать, но нельзя Ты моя, целых сотен тысяч нет Мой самый, самый, самый главный секрет мой Самый, самый, самый главный секрет мой Очень активный, очень динамичный Вот ты где-то, ты сама по себе такая Или ты все-таки где-то черпаешь от кого-то энергию Книжки всякие умы, значит, читаешь Когда, я бы была счастлива, если бы у меня было время Зож, там, вот, я не знаю, изматываешь себя в зале Ой, я надеюсь, мой тренер сейчас не слышит Потому что последние несколько... И мама моя, нет, мама слышит, все, не буду рассказывать Просто в последнее время я прям, наверное, потому что у меня вот этот мандраж Предконцертный, предпрезентационный Поэтому я очень сильно, ну, я редко, но метко ем Но вкусняшка, да, меня вдохновляет Она прям меня заряжает Я так понимаю, прям вообще Ну, конечно, это не главное Конечно, меня, наверное, наполняют люди окружающие меня Вот так сложилось уже к этому моменту Что в моем окружении люди, которых я уважаю Которые желают действительно мне добра И, в общем, они пришли в мою жизнь И я их отпускать не хочу Потому что я их очень ценю И они меня, в первую очередь, наверное, вдохновляют И моя семья Вот буквально вчера, в очередной раз Я подумала о том, какая у меня прекрасная семья И какой я счастливый человек Что у меня именно такая мама Что у меня именно такая сестра Именно такой брат Вот я действительно счастливый человек Семья это очень важный момент, на самом деле Она благодарность испытывает за все Поэтому ей жизнь Но мы, поскольку рядом с тобой сегодня утром Мы тоже не самые плохие Слушай, ну мы прекрасны Мы прям подверделись от тебя Очень классно, очень здорово Давайте петь будем уже, а? Давайте, давайте Я готова Давайте будем петь прямо сейчас Надеваю наушники Друзья, у нас Маргарита Пазаян в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ» Песня называется «Ревнуешь к музыке» Заряжайте уже, поехали Как струна оборвавшись Наш вечер остыл И обидой нежданной Мне сердце пронзил Этот вечер, которого ждали вдвоем Но опять странной ревностью Ты опьянен Меня ревнуешь к музыке Музыке, музыке И ноты рассыпаются Усы на бусинки Я не могу без музыки Музыки, музыки И без твоей любви Без твоей любви Треугольник любовный Развел по углам Это я, это ты Ну а музыка там Ну зачем это все? Ты ведь знаешь ответ Там, где я без тебя Там и музыки нет Меня ревнуешь к музыке Музыке, музыке И ноты рассыпаются Усы на бусинки Я не могу без музыки Музыки, музыки И без твоей любви Без твоей любви Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Минуты рассыпаются пузы на пусинки. Я не могу без музыки, музыки, музыки. И без твоей любви. Меня ревнуешь музыке, музыке, музыке. Минуты рассыпаются пузы на пусинки. Минуты рассыпаются пузы на пусинки. Мне было очень легче, что мы с тобой вот так раз танкнули. Наконец-то! Мечта о существе. Хоть мы и не пели, но... Ну мы танцовы с тобой. Я сейчас попоем на презентации. Я думаю, что будет здорово. Я буду вас очень ждать. Давайте, слушайте, давай, Вит, еще раз напомним. Когда, где и во сколько приходить людям, чтобы попасть и все успеть сделать. Слушатели, радиослушатели, глядочи, почему-то захотелось сказать. Глядочи. Да. Страна ФМ приходит 7 июня в джаз-клуб Алексея Козлова, который на моросейке не припутайте. В 20-30 начало, но я рекомендую прийти вам в 7-30, 19-30, для того, чтобы наполниться атмосферой, пообщаться и зарядиться, настроиться на нужный лад. Ну и тем более вы в Москве живете, вы понимаете, что вы хотите приехать в 7-30, приедете в 8-30. Да, поэтому лучше заранее. Слушай, вот такой интересный момент опять-таки в твоих словах прозвучал, что я перед концертом сейчас, я волнуюсь, я нервничаю, я ем вкусняшку. Неужели ты волнуешься? Да. Каждый раз волнуешься? Да. А почему так? Ну ты же знаешь, это твои песни, это твои музыканты, все твое. Вот тем не менее, ведь никто не застрахован, да, и хочется, конечно, чтобы все прошло идеально, прям-прям-прям. Но бывают случаи разные, поэтому я вот хочу прямо перестраховаться, потому что я перфекционист жуткий. И мне нужно, чтобы было все прямо в идеале. Поэтому волнуюсь. Слушай, ну волнение тоже, я хочу углубиться в это тем непосредственно. Волнение же разное бывает, бывает мандраж такой правильный, да, как у любого человека, который выходит на сцену. Ведущий, артист, актер, музыкант, певец и так далее. А бывает все-таки, вот, бывает то, что тебе мешает. Мешает, да, да. Бывает такое. Бывает такое? Ну вот у меня так было на проекте. И как ты с этим справляешься? Вот что с этим делать? Вот честно скажу, очень сложно с ним справляться, когда у тебя голос дрожит, а ты в принципе-то спокоен. Ну ты понимаешь, что голос дрожит. А как ты усмиришься свои связки? Ладони там потеют. Ну невозможно же себя за шею схватить, они от этого не успокоятся. Это все дыхание, нужно восстанавливать дыхание. Медитация, тот самый способ себя как-то успокоить, не знаю, привести себя в порядок и настроить мысли и тело на нужный лад. Ну я тебе, знаешь, вот как хочу сказать, вот мне, как человек, который, скорее всего, тоже пойдет на твой концерт, вот даже если я в пятницу вот прям вот не встану, я все равно в четверг пойду. Слушай, мне кажется, что даже если что-то пойдет не идеально, публика тебя поддержит, потому что вот это вот обожание, которое ты вызываешь в людях, оно обязательно должно тебя какой-то мягкой шубой окутать, понимаешь? Не, ну мы же все живые люди, и все должны это понимать, потому что когда, конечно, придираются к вокалисту настолько, что уже там, а вот ты там, там вот в третьем куплете, в втором слове, да, ты вот низишь там на 0,25, ну вы же понимаете, что мы не идеальны, мы не машины. Маргарита, прям бань таких людей из своей жизни, забанивай на вечернюю, чтобы не было никогда. А вас добавлю, это точно. Ну что, у нас 30 секунд буквально остается, еще раз напомним, 7 июня в джаз-клубе Алексея Козлова на Моросейке, да, правильно же? Да, ну вот кидай город, Моросейка. И к половине восьмого, пожалуйста, приходите, Маргарита Позаян, презентация нового альбома, который называется «Номер один». Да. Все очень просто. Все очень легко. Спасибо тебе огромное. Огромное тебе спасибо. Спасибо за доброе утро. Мы бы так бы и слушали, и разговаривали, и бы и слушали твое прекрасное, замечательно фантастическое пение, ну, мы же придешь к нам еще. Конечно, с удовольствием еще обязательно. Так что до скорого этого. Все, приходи, большое спасибо. Субтитры делаем тебя и обнимаем. Пока, счастливо.